Итак, большой экзамен. Что здесь написано? Шаббат шалом. Правильно. А как часть Торы называется сегодня? Валак. И что его имя означает? Что Валак означает? Да, ты был здесь раньше. Да, ты подслушал. Можете представить, ваше имя означает истребитель. Это что Валак означает? Чтобы истребить. Чтобы испортить. И он сын кого? Если вы разрушитель, вы знаете, кого сын он был? Маленькой птички. Я разрушитель. Сын маленькой птички. Как это стыдно ему было бы. Читаем числа 22 до 5 стиха. И весьма боялся моавитяна. Не просто боялись. Весьма боялись моавитяне. Они боятся, когда Израиль выходит из Египта. Кто были моавитяне? Кто-то помнит, кем они были? Да, они были один из народов. Это сыновья Лота. Вы помните Лота? У него были две дочки. Они подумали, что весь мир закончился. И так они спали с своим отцом. И потом у них родился два ребенка. Аман и Муав. И Муав означает «от отца». Это как он называл своего сына. И это моавитяне, аманят, аманитяне. И Бог сказал Израилю, что они не должны вредить моавитянам. Потому что земля, которой они имеют, принадлежит им. Потому что они были дети Лота, племянника Авраама. И моавитяне весьма боялись. И что означает? Они означают, что они много не понимали. Они правильно понимали, как часто люди воюют с кем-то, потому что они правильно что-то поняли смысл всего этого. Очень часто это происходит. Есть война, потому что кто-то подумал что-то про другую сторону. И это не было даже правдой. И здесь моавитяне весьма боялись. Почему? Потому что они были многочисленны. И устрашивались моавитяне, сынов Израилевых. И сказал моавитяне царейши на Мадьямске. А кто мадьяны? Откуда они произошли? Мы скоро узнаем. Этот народ поедает теперь все вокруг нас, как волк поедает траву полевую. Валак, сын Зефура, был царем Мавитян в то время. И что он делает? И послал он послов к Валаму. Вот Валам. Вот Валам. Вот его осел, на котором он сидит. И сказал, вот пришел, вышел из Египта и покрыл леса земли, и живет они подле меня. Они мои соседи. Они сидят возле меня, как соседи. Их земля они не заберут. Они просто будут соседи. Они даже не обвиняют, что они соберут их землю. Они просто живут возле них. Кто слышал, люди говорят, миллион раз я тебе сказал, не обрет больше, чем он должен быть. Миллион раз не обрет. Превышать. Они так неправильно это видели, что они говорили, что они покрыли всю землю. Они говорят, пожалуйста, Балам, прийди и сделай что? Прокляни. А почему они не сказали, благослови нас? Почему он не мог сказать, благослови нас, вместо того, чтобы сказать, прокляни их? Ибо они сильнее меня. Я бы любила иметь сильного соседа. Если не знать, что они не заберут их землю. Кто бы хотел иметь сильного соседа, который никогда не будет нападать в вас, но будет вас защищать? Все, что они думали, было неправильно. Может быть, я тогда буду в состоянии прозить его и вынать его из земли. Это что он говорит о Валаме. Я знаю, что кого ты благословиешь, тот благословен, и кого ты проглянешь, тот проклят. И где мы это раньше слышали? Да, благословение к Аврааму. После Аврааму, те, кто будет проклинать вас, будут прокляты. Я хочу, чтобы вы заметили Аврааму, когда Бог говорил Аврааму, то проклинать тебя будет проклят. Это то же самое английское слово, но это два слова на еврейском, которые имеют два разных значения. Это что неправильно на английском. Он говорит, кто проклянет тебя, и еврейское слово означает смотреть мало, или будет проклят, или будет исцеблен. Он говорит, кто смотрит с высоты на тебя, будет исцеблен. Не интересно ли это? Читаем числа 22, 7 до 12. И пошли старейшие Мавицкие и старейшие Мадьямские с подарками в руках за волхвами. И пришли к Валаму и предсказали ему слова Валакова. Сказал им, «Приночуйте здесь ночь и дам вам ответ, как сажит мне Господь». И остались разрешенные Мавицкие у Валама. И пришел Бог к Валаму и сказал, «Какие это люди у тебя?» Валам сказал Богу, «Валак, сын, Зефор, царь Мавицкий, прислали ко мне сказать, «Вот народ вышел из Египта и покрыл леса земли, и так приди, проклини мне его. Может быть, тогда буду в состоянии сразиться с ними и выгнать их». И это что Бог ему отвечает, «Не ходи с ними, не проклинай народ сего, ибо он благословен». И что потом происходит? 22.13. Исава Валам поутру сказал князям Валаковых, «Пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами». Итак, есть два способа, как объяснить это. Валам хотел сказать, «Неправильно». Вместо того, чтобы сказать, «Бог запретил, чтобы я шел с вами и проклинал Израиль». Он говорит, «Бог сказал, я не могу с вами, бедниками, мне надо кто-то выше, сильнее, чем вы, чтобы они убедили меня пойти с вами». Вот это продолжается. Помните, посмотрите, как князья отвечают, когда они возвращаются. И пришли к Валаку и сказали, «Не согласился с Валам, идти с нами». Это как смягчать ситуацию, как будто Бог может поменять свое мнение, если обстоятельства поменяются. Число 22.14. И стал князям и вийские пришли к Валаку и сказали, «Не согласился Валам идти с нами». О, что потом происходит. Валак думает, «Может, мы пришнем тех, которые лучше вас, он придет». Число 22.15.20. Валак послал еще князей, «Более, и замените их». И пришли к Валаму и сказали ему, «Так говорит Валак Сен-Зефора, не откажись прийти ко мне. Я окажу тебе великую почту. Сделай тебе все, что ты не скажешь мне. Прийди же, прокляни мне народ сей». Я отвечал Валаму и сказал рабам Валаку, «Хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить к повелению Господа по моему и сделать что-либо мало и великое. Впрочем, остайтесь здесь и на ночь. Я узнаю, что еще скажет мне Господь». И пришел Бог Валаму ночью и сказал, «Если люди си пришли звать тебя, встань, пойди с ними». Он может пойти с ними, но только делай то, что я буду облить тебе. Число 22, 21. Валам сапоутру оседлал осисть своего и пошел с князьями мавицкими. Следующий стих. И Бог разъяснился на него, потому что он пошел. Ты можешь идти с ними. И он идет с ними. И потом Бог разъяснился, потому что он пошел с ними. Как можно это объяснить? Это когда мы забываем английский и смотрим на еврей. Давай я объясню вам так. Когда мы начинаем, пошел с ними, Бог воспалил гнев, потому что он пошел с ними. На еврейском это два слова, но на английском это одно слово. Например, помните, это фильм «Полиция»? Большие плохие мальчики. Они всегда снимают, когда полиция захватывает тех, которые преступники. Но мой сын попал в один из этих роликов. Уан, ему было 20, он был в Вирджинии. И они посещают, им интересно. И потом они разделяются. Мой сын старается возвратиться, где находится его друг. И он идет, и девушка приезжает. «Но врачу бы я тебя подвезла». Он такой, «Конечно». Он приезжает в машину. Серьезно, что он понял, они окруженные полиции. Машина только что ограбила заправку. Мой сын, я даже не знал. И полиция смотрит на него и думает, что он был с ними, когда он ограбил заправку. Он говорит, «Я с ней, но и не с ней». Вы понимаете, это что здесь мы читаем. Одно еврейское сказали, вы можете пойти с ними, это может вместе с ними идти, но не с этим намышлением, чтобы их проклять. Валлах пошел с ними, означает, что он пошел с ними, чтобы собираясь проклять Израиль. Это почему гнев Божий восполагал на его, потому что он был с ними. Он пошел с ними, чтобы проклять. А Бог видит сердце, и он знает, почему Валлам пошел с ними. Он должен был сопровождать их, но не иметь мысли, чтобы проклять Израиль. Понятно ли это? Переходим сюда. Вопрос или экзамен? Как звали три сына Терры? Как звали три сына? Авраам, Наор и Харан. У него было три сына, Аран, Наор и Авраам. А то были потомки Арана. Лот и кто произошел от Лота? Моавитяне. А кто произошел от Моавитян? Валак. Наша часть Торы. Валак. Он был внуком Моавитя, Моава, который был... А кто был внуком Валака, это Еглон. И мы о нем услышим чуть позже. А кто был внук Еглона, это Руф. Итак, Руф, она потомок Теры, Анаор. Мы помним, что Наор означает «то тот хрипит». Он был первый, кто хрипел в Библии. А кто были его потомки? Ревека, Рахиль, Лия. Все эти три ребенка Теры имели очень прекрасных детей. Теры также был дочь. Как звали дочь Теры? Сара. Правильно. Авраам и Сара были близкие братья и сестра. Потом от Сары рожается Исаак. Потом Яков женится на Рахилье. Но у Авраама есть еще одна жена по имени Петура. И это потом Мидиан. Мы видим Валак и эти мавитяне собираются вместе с медиатянами, чтобы воевать против Израиля. Это были все родственники, которые воюют против Дру. Это не какие-то странники, они родственники, которые воюют между собой. Так, что происходит? И воспылал гнев Божий за то, что он пошел этим помышлением, чтобы проклять, и стал ангел Господин на дороге, чтобы вас препятствовать. Вас препятствовать. Если кто-то стоит против вас, вы не пройдете. Если он стоит возле двери и говорит, ты не выйдешь, когда мы думаем об этом слове тот, кто стоит против. Он ел на слице и с ними двое слуг его. Вот он на своей слице у него двое слуг подумайте об этом. Он предположен Авраама, который также стал рано, который тоже имел двое слуг и сидел на слице. есть интересный параллель между Авраамом и Валамом. И читаем, что происходит дальше, в числе 22, 23 и 28. И слиться Ангела Господня, стоящего на дороге, с обнаженным мечом в руке, что прекрасно, Валам действует, как будто он все видит, но его ослица видит лучше, чем он. Встретил ослица с дороги и пошел на поле, а что Валам начал делать, стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу, и стал Ангел Господнем на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена. Ослица, увидев Ангела Господня, прижался к стене и прижал ногу Валам к стене. И он опять собить ее. Если вы помните, Бог не понравился куда Валам и шел или как он и шел. И поэтому он прижимает его ногу вон зато ненаправлен на пути. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте. Те, никуда свертить ни направо, ни налево. Ослица, увидев Ангела Господня, легла под Валам и воспалывал днем Валама и сомбит Ослицу палкою и отверз Господь уста Ослицы. И она сказала Валаму, что я тебе сделала? Это важно. что ты бьешь меня вот уже третий раз. И как Валам отвечает? Валам сказал Сисе, за то, что ты поругался до мной. Если бы у меня было в руке меч, то я теперь убил бы тебя. И открыл Господь глаза Валаму и видел Ангела Господь стоящий на дороге со мной на мельчем руке. И Он говорит, объясни мне почему ты ударил свою осицу три раза. У меня смерть в твоей руке и я могу тебя тоже убить. И что мы дальше читаем? И Он открыл и Он увидел Ангела ножом мельчем руке и приклонился и пал на лицо свое и сказал ему Ангел Господне за что ты бил осицу твою вот три уже три раза я вышел чтобы восприниматься тебе потому что путь твой не прав предо мной если ты видишь меня своротила от меня вот уже три раза если бы она не своротила от меня то я убил бы тебя а я оставил бы живую вала он может всегда физически видит но теперь это настоящие откровение и что прекрасно или удивительно мы иногда неправильно понимаем мы так сердимся мы даже не видим то что перед нашим лицом мы можем так рассердиться и мы среагируем вы даже не видите то что было прямо перед вами это тоже происходит что пугает что оно будет так понятно кому-то другому который смотрит но тот который идет на пути к греху он даже не видит что происходит перед него я говорю это где мы сегодня находимся пророчески америка направляется к суду те которые глаза видят они видят как это ангел стоит с мечом и готов наказать соединенные штаты но есть те которые вообще без они даже не понимают суд ожидает нас но много людей даже не знают это читаем откровение 2 12 14 и он пишет к церкви та что в пергаме и что мы узнаем о этой церкви это говорится о последних днях и ангелу пергамской церкви это господь который держит этот меч возле головы валам и это опять говорится о истории валам и твои дела что ты живешь там где присто сатаны что содержишь имя мое и не отрекся от веры моей даже те живем медленно свидетель твой антипа но имея немного против тебя потому что у тебя есть там держащие течение валама который учил валака вести в соблазь цинов израильвых чтобы они ели и доложат на и любодействовали валам понял что не может проклятие израиль но в желании было все равно проклятие израиль и поэтому валам советует мавитянам я хочу все равно привезти деньги я дам вам идея я могу проклять израиль но израиль может на себя принять проклятие если они против завета который между ними и бог давайте приведем очень много этих дочерей мавитян митянов и давайте будем действовать и потом бог будет их судить и это какие людей были валама проблема через церковь в последние дни которая также также стает этим камнем предковление для израиля это почему нам надо осознать имеем ли мы глаза которые видят чисто 23 9 11 валам все равно старается проклять израиль но бог ложит свое слово его иса совершенно искал вижу я его и смотрю на него вот народ живет отдельно и между народами не числится кто исчистит песок иякова что означает кто исчистит песок иякова он продолжает говорить то июнеев то июнеев июнеев июнье что ты делаешь я взял тебя чтобы проклять врагов а ты благословляешь Когда мы говорим о песок Иакова, читаем Бытие 14-16. «И сказал Господь Аврааму, поскольку, как лот отделился, возведил очи с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, к югу, к востоку, к западу, и по всю землю, которую ты видишь, дам я и потомство твоему навеки, и сделает потомство твое, как песок земной. Если ты можешь сочить песок земной, то и потомство твое сочтено будет». О, это, о чем оно говорится. Это песок Иакова. Число 23-21. Это важно. Бог смотрит, и не видно песня в Иакове. Хоть уже нету греха у Иакова, и говорится о Йом-Капур. И незаметно несчастье в Израиле. Господь Бог его с ним, и трубный царский звук у него. Вы знаете, какой звук для звука? Таруа. Это Йом-Таруа. Это праздник труб. Это, когда мы видим, это звук царя. Читаем, число 23-23-24. Нет волшебца в Иакове, и нет ворожды в Израиле. Своё время скажут об Иакове и об Израиле. Вот, что творит Бог. Вот, народ, как львица, встаёт, и как лев поднимается, не ляжет, пока не съест добычи и не напьётся крови убитых. И это говорит, что в последний день Израиль будет защищать тебя, и будет защищать большая битва, и они победят. Число 24-89. Бог вывел его из Египта, быстрота единородного него, пожирать народы, врождённые ему, разкосить их, и стрелами своими раздить врага. «Проклонился и лежит, как лев, и как львица». Кто поднимет его? «Благословляйся тебе благословен, и проклинаешь тебя проклят». Мы знаем, что Ешуа — это лев из колена иудийского. И мы читаем дальше, что Валам говорит. Число 24-17. «Вижу его, но ныне ещё нет. Вижу его, но ныне близко». Он говорит о Мессии. Он говорит, мы увидим Мессия, но он ещё не здесь. Да, мы будем злить его, но он ныне близко. Восходит звезда от Якова, она говорит о звездах, которая была в Евлееме, которым мы десерпо следовали, когда родился Мессия. И восстает звезда из Израиля. И это опять говорится об Ишиуе и развитии князя Муава и сокрушает всех становствий фомовых. Это почему Откровение 22-16. «Я истец послал ангела моего, засвидейся в свадьбе в свадьбе в церкви». Есть корень и потомок Давида. Звезда светлая утренняя. Возвращаемся к числам 24-5-7. «Как прекрасно, что ты и Яков, жилища твоей Израиль». Расселаются они, как долины, как сады при реке. Помни, в Псалмах мы читаем, ты будешь как это дерево посажено при воды, как олейные деревья, насаженные Господом, как кедры при водах. Пойдется вода из ведра его. И с ним его будет как великая вода. Опять мы сажаем, вода, вода, вода. Вода — это Тора. Тора, похожая на воду. Потому что те, которые возят Тора, то они будут получать эту живую воду. Освайте Избейские Тора, Бог поможет нам победить наших врагов, и у нас будет благословение. Чисто 25, 1-3. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ благословить с кем? С дочерями Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ к жертвам их, и кланялся богам их, и прилепился Израиль к Вал Фегору, и воспринялся гнев Господень на Израиля». Бог не мог восплать свой гнев, когда Валам старался их прокляти. Но если Валам смог убедить их, чтобы кричать против Бога, тогда Бог может восплать гнев на Израиль. Чисто 25, 6-7. Они любодействуют с дочерями Моава. Вот некто из Новых Израилевых пришел и привел к братьям своим, Мадитянку, в глазах Моисея. Моисей женился на Мадитянке. И теперь это Зимри из колена Симеона, который приносит эту девушку, то есть Моавчана, перед всеми, когда они плакали в годах Симеона, собрания, и на следующей неделе Финиас, мы будем о нем говорить, но мы встречаем начало этой истории. Финиас, сын Елизара, сын народа священников, видев это, стал из среди общества и взял руку в свое копье. И мы знаем, что он убивает их, убивает их обоих из-за этого греха, который они делали перед Скинией. Если вы помните, Балак был у него правнук Иглон. Мы читаем, судя 314-17, и служили Сыны Израиля Иглону Царю Моавицкому. 18 лет тогда воззапели Сыны Израиля Господу, и Господь воздвигнул им спасение Оода, сына Гересина и Эмениева, который имел левша, и посадили Сыны Израиля с ним дары Иглону Царю Моавицкому. А он делал себе медь с двумя осами, длиной в локоть, это 18, и припоясал его под плащом своим правом бедру и поднес старую Иглону Царю Моавицкому. Иглон же был очень тучный. На правой стороне у него есть этот меч, у него подарок правой руке, и он так берет и прям в этого тучного царя этот меч. И потом мы читаем, когда он вытягивает, тогда этот жир выходит. И потом он убивает. Иглон, его внук, его внучка была рука. Мы встречаем, что Валам хотел, чтобы его проклял три раза, но три раза Руф, наем, наем сказал Руфе три раза возвратиться к Моавитянам, но она не согласилась. Мы возвращаемся к Хафтору, и сейчас она, которая совпадает с Торой. Кому поклонялись Моавитяне и Аммонитяне? К какому бы они поклонялись Мале? Малеку. Они брали своих первых детей и бросали их в огонь для этого Бога. Это они приносили жертву своих детей. Они были самые первые. Вот они приносят жертву своих детей. Гея 6-1-5. Гея 6-1-5. Слушайте, что говорит Господь. Встань, судись пред горами. Он говорит грешному Израилю, чтобы они пред горами. Гея 6-1-5. «Слушай, горы, Иисус Господин, вы твердыни основы земли, ибо у Господа суд с народом своим». Против язычников? Нет. С кем у него суд? С своим народом. Бог думает, что Бог сердится на язычников. Нет. Он восполагает его гнев на свой народ. И с Израилем он состязается. Народ мой, как Валам Асиста спросила, «Что я сделал? Почему ты мне убьешь? Что я сделал? И чем отогрещал тебя? Отвечай мне». Можете вы представить, Создатель, судья сего, который поведет своим детям, говорит, «Что я сделал? Говори против меня, что я сделал, чтобы вы убегали от меня?» Бог говорит, «Я вывел тебя из Египетской и скупил тебя из дома рабства и послал при тобой Моисея, Аарона и Мария. Народ мой, вспомни, что замышлял Валак сармавицкий и что отвечал ему Валам сан Верор и что присадил от сети и долгал, чтобы показать тебе правильные действия Господни? И как они ответили? Вы должны знать, кто говорит, когда вы читаете Писание. Это был ответ Израиля. Они взяли мысли от Молеха и говорят, «И с чем предсадь мне пред Господом, прикониться пред Богом Небесным? Предсадь ли пред Ним с изражения с тельцами однолетними? Но можно ли уйдить Господу тысячи вновь или еще от поток еле? Разве дай ему первенца моего за преступление мое и плод моего за грех души моей? Они думали точно, чтобы я приносил жертву моего первенца. Это что тебя будет радовать? Бог говорит, вы не в себе. Как Бог отвечает? Мы не читаем, что Он сказал. Он показал тебе. Он человек осознает тебя, что добро, что требует от тебя Господь. Смотрите заповеди. Действовать справедливо, любить дела мерсерди, смиренно, мудро, ходить пред Бога моим. Он говорит, не ходить перед этого Бога, а говорит, что Бог, Он смиренный. Он говорит, ходить перед Ним, с Ним. Этот гордый человек, который сидит возле смиренного Бога. Был ли Бог бременем для Израиля? Нет. Но Бог его освободил, искупил, установил их и посвел. И закончим этой мыслью. Я не знаю, если вы знали, но это торник, двадцатая, двадцатая, это когда они покинялись этому золотому тельцу. Называть это тяжелые времена заканчивается здесь. Это девятая, ава. Это день, когда храм был исцеплен два раза, Невгодносором и потом временами. Это торник, это время, это молитвы и поста. плачет людей, которые плачут, и радуйтесь, которые радуйтесь. Это связано с культурой для Израиля. Но мы должны это признать и знать эти дни и понять, что я верю, что Бог будет доверить к нам. восьмом восьмом Захаре восемь, мы можем через четыре дня поста, которые Бог превратит в дни праздника, семью, Талмуд, и потом восьмом авт. И что-то нам говорит, какой-то год будет большая великая война против Израиля, и Израиль победит, и Бог превратит эти дни от поста к празднику. Но если вы что-то знаете пророчески, и вы не на календаре Божьем, то вы ничего не знаете. Потому что здесь нам надо следить следующие три недели, потому что будет возможность, что Ливан и Иран нападут на Израиль. Но Бог превратит эти дни праздника, потому что Израиль победит, без сомнения. Но если вы не знаете это пророчество, вы не будете ожидать, чтобы увидеть его исполнение. Я видел моих книг, 8 месяцев назад, я сказал, что Иран нападет на Израиль в начале апреля. И потом они напали в апреле. Я также писал о том, что Трамп и Байден будут не те, которые победят эти голосования. Это месяц раньше. Я говорил, что может кого-то убьют, и что Байден может убрать из-за того, что он не подходит для этой роли. И смотрите, где мы сейчас находимся. Это о чем я переживаю с перспективой пророчеств. Я просто скажу идею. Перед голосованиями или выборами Байден Байдена нету. Трампа может убьют. И два человека новых, но их никто не знает. И потом голосование отменяют, потому что что-то связано с ковидом. Может какая-то война начинается. кто в государстве? Это когда Китай нападет на Тайвань, Северная Корея, на Южную Корею, и потом Хезвеллан нападет на Израиль, и никто не будет правительством. Это что я вижу может произойти. Потому что демократы республиканцы, если нет голосования, кто решает, кто отвечает. И тогда враг постарается напасть вокруг мира. Я думаю, что даже террористы, которые будут действовать у нас в США, потому что не будут знать кто государство. Сказав это, давайте останем, помолимся. Помолимся, потом у нас будет перерыв, будет представление, и потом будет вторая часть. Наш отец царь, мы так благодарим, что ты дал нам глаза, которые по-настоящему видят. Мы не хочем быть как валаам или как церковь откровения, которые не знают, что происходит. Отец, мы благодарим за всех тех, которые здесь и вокруг Соединенных Штатов и вокруг мира, которые посеют это семя от Твоего Отца, которое превозносит Твою Тору, он опять был в славе. Мы благодарны за тех, которые жертвуют, и мы просим, чтобы это все благословляло Тебя. в имя Ишиуа. Аминь. Мессия. Благословен Ты, Господь наш Бог, Создатель и Царь Вселенной, Ты благословил нас Торой Твоей правды. Ты благословил нас всем советом Твоего живого слова, через силу Твоего Духа Святого, через оконченного дела, Мессия Ишиа. Ты один посидел между нами жизнь вечную. Благословен Ты, Господь наш Бог. Аминь. Отец, мы благодарим все, что Ты делаешь в нашей жизни. Мы хотим превознесить или помолиться за те, которые нуждаются, чтобы Ты прикоснулся к ним. Они имеют какие-то физические раны, болезни, может, эмоциональные, психологические проблемы. Мы хотим поддержать те, которые имеют любые проблемы. Мы просим, чтобы Ты их исселил. что только Ты можешь ждать. Мы также молим о тех, которые нуждаются в финансах, для еды, для работы, для машины, для дома. Господь, используй нас. Мы Твои руки, мы Твои ноги здесь, на земле. Мы также молим о нашем народе, о тех лидерах, лидерах, религиозных, политических, военных. Мы просим, чтобы они повернулись к Тебе, чтобы их сердце возвратилось к Тебе. Мы просим, чтобы это пробуждение в лидерах. Мы также молим о народе Израиля, когда они входят в эти тяжелые времена, где будут они молиться и проститься. Мы просим, чтобы пробуждение произошло лидерам следующих три недели. Мы просим о Твоем имя еще. Аминь. Вы можете присесть и пусть у нас всех будет зрение. Эл-Шедай служение представляет, как Соломон был в поблажении человеческого царя и самая большая неудача в то же самое время. Мы готовы начать. Давайте я вам покажу то, что очень важно. Вы можете это сфотографировать, если хотите. Но чтобы понять, где мы сейчас находимся, был в году 28-59 после Адама, когда говорил Амэ, это не перед Христом или после Христа, это не связано с нашим календарем. означает, что это было 2859 лет от Адама и Явы. Это календарь просто идет одно направление, оно от сотворения. Давид родился в год 2089 от Адама и 30 лет спустя Давид стал царем. потом в год 29-09 Соломон рождается и Давид в то время уже 50 лет. Потом Давид умирает, когда ему 70 лет. И это время, когда Соломон соет царем. И когда Солом соет царем, ему только 20 лет. Господь является к Соломону, когда ему 20 лет, и он говорит, ты маленький ребенок. Если ты будешь делать, что я говорю, то будет прекрасно, а если не послушайся, то будут большие проблемы у тебя. И мы читаем в 4-м году его правительство. Фундамент был положен, Соломон 24. Потом 7-й год он начинает свой догм. В время Соломон 27. и потом 11-й год храм был закончен Соломону уже 31. Потом год 29-49, когда ему 20-й год, он заканчивал свой дом, потому что он 7 лет строил храм, а 13 лет свой собственный дом. И потом Господь является ему второй раз, когда ему 40, 20-й и он говорит, «Друг, если ты будешь следовать за мной, будет все прекрасно, а если отвернешься от меня, то будут большие неполадки». Год 29-69, это 40-й год, когда он правил, то он умирает. И в то время ему было 60 лет. Третий царь 11-52, времени царства Соломона в Иерусалиме над всем Израилем было 40 лет, от возраста 20 до 60. И то, что я хочу чтобы вы заметили в Евангелии, Матфея 15-21-22, «И выйдя оттуда, Иешуа удалился от страны Тирские и Сидонские». И вот женщина Хананьянка, Хананьянка, выйдя от всех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Покажем вам эту карту. Вот Тир и Левенон, и перед ним Исидон. Даже бы вы видели, какая дистанция. Это Красная Стрелка. Это где граница Ливана и Израиль. И есть другая Тула. И это тоже самое стране, как Тир. В Тире находится царь Тирский, который помогает Соломону построить этот храм. Есть Метулла, вот возле Ливана. Все это Израиль, Ахайфа, здесь находится, Ахако. И те, которые будут летать в Израиль, мы будем на лодке от Хайфа до Эхо. Вот Назарей, который внизу моря Галилейского, но Ирам, царь Тирский, у него есть лодка, и он посылает свой корабль от Хайфа, Стира, чтобы все, что надо, чтобы построить этот храм. Что меня удивляет, это, что Матфея, язычница, женщина, которая живет в другой стране, она знает, что еще есть Мессия. Она называет его сын Давидов. Мы знаем, что его отец называл, его имя был Иосиф, но титул сына Давида означает, что я знаю, что ты Мессия. Это перед даже, как его ученики знают, что он был Мессия. Мы читаем Третье царство 3, 3, 5. И возложить этот фундамент, чтобы вы поняли, царь Соломон любил Господа, ходя по саву Давида, отца его, но и он приносил жертвы и курения на высотах. И почему он это делал? Потому что нету храма. Еще. Но есть это скинье, которое Давид основил в Иерусалиме. Но вместо того, чтобы приносить жертву возле скиньи, он на высотах приносит свои жертвы. И пошел царь ковон, чтобы приносить там жертву, потому что главный жертвенник, тысячи всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике. Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог «Проси, что дать тебе? Что он хотел? Чего он попросил? Конечно, мудрость и понимание. Итак, если вы были Соломон, чего вы бы попросили? Это если вам кто-то сказал, какое желание вам испонять? Еще одной женой. Нет, мне кажется, у Соломона было достаточно жен. я бы не попросила мудрость и понимание. И вы скоро увидите почему. Это смысл всего этого. Я вам все объясню. Вы знаете, чего я бы попросил? Послушание. Потому что если вы послушные, оттуда приходит мудрость и понимание. Но смотрим, как это все заканчивается. Третье царство 4.29 «И дал Бог Соломон мудрость и весьма великий разум, чуть-чуть разума весьма великий. Он наполнил его полностью мудростью и пониманием и разумом». Вы знаете, что есть разные виды мудрости. Читаем Иакова 3.13.17 «Мудрость или разумен кто из вас?» Так же это на самом деле добрым поведением с мудрой какою крутостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сводливость, говорит, «Как я буду?» «Я буду мудрее тебя. У меня будет больше разума, чтобы я мог тебя использовать», то не хвалитесь и не легите на истину. Это не есть мудрость, не сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Сатана полон мудрости. Вау! «Ибо где есть зависть и сводливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, одежда свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушливая, «Ладно, ладно, ты выиграл», полна милосердия и добрых плодов, без пристранства или нелицемерно. Кто из вас знает, что всегда что-то лучше себя приобрести, потому что они думают, что они лучше знают. Не служба помочь другим и поддержать их, чтобы они были успешны, а не хочет других унижить, чтобы они были успешны. Это напоминает историю моей жизни. Одно, что я заметил, то, что помогло мне быть успешным, у меня разные карьеры. Я продавал, в в ресторанте, очень много я занимался. Но что я заметил, это чтобы всегда мой босс хорошо выглядел. Если мой хозяин хорошо выглядит, когда у него он лучше, тогда мне хорошо. И тогда я делаю, чтобы ему было еще лучше, и потом меня тоже подтягивает себе. А если вы стараетесь, чтобы другие смыслились хорошо, а не о себе думаете, тогда все все намного лучше. Читаем Исаи 11, 1, 2. И произойдет отрасль от корня Исеева, и ведь произрастает от корня его, и почетно не он, Дух Господин, Дух какой? Пре мудрости и разума. Мудрость и разум, так хорошо? Конечно, если это правильная мудрость, а не земная. Но вы знаете, какая проблема с небесной мудростью и разумением? Есть проблема в этом. И Закилия 28, 1, 2. И было ко мне Слово Господне, Сын Человеческий, «Скажи начальщик в Тире». Это Тир и Сидон. И он говорит этому начальщику в Тире, так за то, что вознесло сердце твое, и товарищ я Бог, в Сида Божьем сердце моря. Сердце моря. А кому он обращается? Это начальник в Тире. Но это Сатана. Смотрим, как это продолжает. Следующие стихи. Из Евгений 28, 4, 5. Твоей мудростью и твоим разумом ты приобрел в себе богатство и сокровищи твои собрали золото, золото, сепра. Большой мудростью твоей посредством торговли твоей ты умножил богатство твое и ум твой возградился богатством твоим. 7-8 стих. Вот я приведу на тебя иноземцев лютищих из народов и не обнажат мечи против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой, низвидя тебя в могилу, умрешь сердцем морей смертью убитых. Следующие стихи из стихи 28-12 Цен человеческий плач о царе тильском скажи ему так говорит Господь Бог ты печать совершенства полнота мудрости и венец красоты 12-й стих ты надеялся в Идеме в саду Божьем твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями это обращается к сатане как оно продолжается 14-15 стих ты был помазанным Еруфимом чтобы осенять и опоставить тебя на то ты был на святой горе Божьей ходил среди огнистых камней ты совершен был в путях твоих дня сотворения твоего таколи не нашлось тебе беззакония сатана был создан самым прекрасным самым осенящим был полон мудрости полон разума и через свою мудрость и разум у него были великие богатства и потом его сердце превозносилось говорит все Бог говорит я не могу я тебе это все забираю Езекииль 28-17 от красоты твоей восходило сердце твое и через славу твою ты погубил мудрость твою мудрость небесная мудрость может погубить если мы все забираем себе мудрость сломон должен был использовать мудрость чтобы устроить царство божие но наоборот он использовал чтобы устроить свое царство это проблема которую мы находим в церквях посреди строить свою церковь свое царство а не божие царство 3-й царь 7-13-14 и послал царь салом и взял из тира и рама откуда тира который показывает сатану сына одного до выезда лена нефалимова отец его тирянин был медник мед означает суд и владел способностью искусства это неправильно это земная способность искусства и вот этот царь тиры который полон разума который работает вместе с соломоном полон мудрости они сходятся вместе это понимание и мудрость которая строит этот храм 3 царь 5 4 саломон не мог построить храм если у него были постоянные войны что саломон делает он делал мир со всеми соседями или со всеми народами как он делал он женился на их дочерях это почему было много жен наложниц потому что он хотел мир продолжаем доводим до сегодняшнего времени есть очень много пророчества которые ищут соломона чтобы исправить эту проблему в среднем востоке а сломон может один способ антихриста как он может установить мир это если он избавиться от заветов какая разница между тем которые делают мир и которые держат мир мир а какая разница между миротворцем и миротворец это тот кто решает проблему и говорит я увижу вас позже потому что у них уже есть мир те кто поддерживает мир они просто препятствуют чтобы другие не били от друга и бог ищут те которые миротворцы 3 царств 5 4 ныне же господь бог мой дар вам не покоят всюду нет противника и нет более препон помни мы думаем первой части враг тот кто стоит против или противник он против ангел стоял против Алама а у Соломона нету противника в этом времени когда мы помним скини во время Моисея помните люди столько приносили что пришлось их остановить во время Давида то тоже он старался строить храм и люди столько приносили у них было все в чем они нуждались потом он умирает а что Соломон делает он ждет 4 года прием даже уложить этот фундамент почему те которые были полны радости восхитания они уже потеряли свое желание только целых 4 года проходит до того время когда он уложит этот фундамент что теперь царь Соломон делает он теперь налаживает таксу и он заставляет людей чтобы они строили этот скинь если вы помните его сын Равам когда ему говорили его друзья говорят что отец бил вас а я буду вас наказывать скорпионами это вредится во время строительства храма были те которые пили всех чтобы они продолжали работать над храмом 3 царь 5 13 и блажил царь Соломон повинностью весь Израиль повинность же состояла 30 тысяч человек 15 16 еще Соломона было 70 тысяч носящих тяжести 80 тысяч каменского в горах кроме тех тысяч трехсот начальников поставленных над работой для надзора за народом который производил работу не заставляли чтобы они работали это 180 тысяч людей 108 180 тысяч это много людей как я сказал на прошлой неделе у кого был босс или начальник который заставлял вас работать но себе брал всю честь у него было 191 80 тысяч давид дал ему как построить золото серебро но 7 раз в своей молитве он говорит дом который я построил дом что я построил мы были этом в прошлой неделе дом который я построил он не упоминал других которые помогали ему строить или даже своего отца но все улучшается 3 царь царь 8 60 64 и принес соломон мирную жертву которые принес он к господу 22 тысячи крупного скота и 120 тысяч мелкого скота 22 тысяч крупного скота 120 тысяч мелкого скота так освятил храм господу царь и все сыны израева давайте вам объясню кто из вас кто были невестой когда вы женились или выйдет замуж хотели чтобы кто-то был на вашей свадьбе и выглядел лучше чем вы что вы будете делать вы избавитесь от них а что соломон делать во время посвящения храма посмотрите так осветил храм господу царь тот же осветил среднюю часть двора царь может осветить только священник может но делать свое благословение и теперь он говорит оно готово которое пред храм господним совершив там свяжение и хлебное принадлежание и вознеса туг мятных жертв тот же мятный жертв который пред господом был мал или не важен для его жертв мы говорим мал это еврейское слово катан говорит это прекрасный жертв во время посвящения сломан это недостаточно для меня он говорит я святю эту среднюю часть посмотри сколько жертвы я принесу богу представьте это посвящение храма и все о нем смотри что я сделал все посмотрите на меня это что на вред смотрите что я сделал у меня такой великий человек перед богом это неправильно всесожжение гневное приношение или мирные жертвы это мирные жертвы эти всесожжения называется ола ола жертвы это никогда были за грех это все должно было сожжено кто кого-то было говядина вы знаете о чем говори у вас вы ее зарезали корову потом заморозили потом навсегда его кушаете в всесожжение все сгорает ничего даже священник не получает этого ола жертва все поглощено и никто его даже не трогает священник ничего не получает ты ничего не получаешь это как будто вы сжигаете 100 долларов никто ничего из этого не приобретает это жертва ола временам 12 1 мы читаем что мы должны быть как сожжение пред господом который святое и приятное бог этот ваше сужение бог ожидает чтобы мы были ола сужение где мы полностью приносим себя перед господом мы не отдаем часть себя бог я просто даю себе руки но я оставляю себе все сожжение ола жертва это то что дано без вопроса и бог любит и принимает это я вас научу то что я надеюсь вы никогда не забудете все сожжение ола когда все сожжено на греческом слово это слово холокаст ола холокаст холокаст которое мы читаем об Израиле это все сожжение которое полностью полощено но его не должны называть его холокаст ничего вы называли холокаст опять это не право еврейское или греческое слово но холокаст это жертва которая приятна Богу и мы не говорим что Бог хотел чтобы они все умели это не холокаст кто слышал другое слово шоа шоа означает то что полностью изреблено и Бог не имеет ничего общего с этим холокаст не холокаст холокаст должно называться шоа давай я вам покажу о чем я говорю Марк 12 33 что мы должны любить Господа всем нашим сердцем всем нашим пониманием всей душой всей силой и любить своего ближнего как самого себя это больше чем жертвы все сожжения Сафанайя 1.15 мы говорим о наказании печали когда все исцелляется темноты исцеление и это слово шоа шоа вы не идете в холокаст музей вы идете на шоа музей вы должны забыть слово холокаст чтобы люди знали еврейское слово которое должно быть для него это шоа холокаст это не еврейское слово это греческое слово это приятное служение которое приятно Богу но шоа это пустота исцеление которое Богу не нравится понятно ли это это чуть-чуть я вам объясняю слова Соломон ему 40 лет он начинал 20 20 лет служил и когда его дом был закончен и потом дом Божий был закончен 9 1 2 после как Соломон кончил строение храма Господня и дома садского все что Соломон желал сделать явился Соломону Господь во второй раз как явился ему в Гавоне я говорю Соломон деду за мной и если ты не будешь исполнять то будут проблемы 3 3 4 10 если будешь ходить предли самым как делать отец твой Давид сосед сердце и правотеп исполняя все что я заповедую тебе и если будешь они уставы мои законы ты поставь исцарский престол твой над Израилем вовек как я сказал отцу твоему Давиду не прекратите все сидящие на престоле Израилем но и но вы и сыновья ваши отступите от меня и не будете заблюдать заповеди моих и уставов моих которые я дал вам и пойдете и сан пройдешь мимо его ужаснятся и свистнет и скажут за что господь поступил так всей землей и всем храмам и скажут за то что они оставили господа бога своего который вывел отцовик из земли египетской и приняли других богов и поклонились им служили им за это навел на них господь все сие бедствия по окончании двадцати лет в котором Соломон построил два дома дом господин и дом царский и так это где приобрет таблицу оно все находится в писании 3 царь 11 13 на что Хирам царь чески который полон мудрости и разумения доставлял Соломон дерево кедровое дерево киприсовое золото по его желанию царь Соломон дал Хирам 20 городов земле Галилейской Бог дал Израилю эту бетонную землю а Соломон говорит я дам эту бетонную землю кому-то другому эти два города Галилейской это в этой красной местности которые принадлежали к Ашеру как вам нравилось я дам ваш дом и все что вам принадлежит я дам этому человеку вот здесь но это Бог вам это дал это проблема земля для мира проблема сегодня Соломон старался достичь и исполнивать землю чтобы приобрести мир это что Антихрист делает он постарается исправить эту проблему и сделать эти два разных страны но это никогда не сработает но это местность знаете что удивительно мне смотрим что происходит и вышел Герам из Сира посмотреть города которые дал ему Соломон и не понравились и сказал что это за город который ты брат мой дал мне назвал имя Кавул это не бесполезно они бесполезны но сегодня как же Израиль старается взять эту как эту землю эту страну Палисин Палисин говорит нет кто из вас помнит книгу откровения это знак Антихриста вот мудрость мудрость когда вы думаете о мудрости о ком вы думаете о Соломоне это цифра человека какая цифра 666 но это только еще один раз упоминается Библия это связано с Соломоном который полон мудрости 3-й сразу 10-й 14-й 15-й золоте которое приедет Соломон каждый год было 666 талантов золотых подсказка сверх того что получаем было от разносительщиков товара и от торговли купцов 3-й царь 10-22-23 царя было на море фарсийский корабль с кораблем херав 3-й год раз приходил фарсийский корабль привезли золото и серебро из слоновой кости и обезьян царь Соломон превосил всех царей земли богатством и мудростью и что превратило эту мудрость это богатство что бы вы подумали преминэстер Неттирьяху если он дал Ирану какие-то оружия вы сказали лупо предатель это Соломон Соломон был такой мудрый что он иногда же не мудро поступал танки очень сильные сегодня а танк раньше был это лошадь и колесница но также Бог сказал что царь не должен возвращаться назад Египет чтобы умножать колесницы 3-й царь 28-29 коней же царя Соломона приводили из Египта откуда он даже не должен был идти царь купцы покупали их из кубы за деньги колесницы из Египта получаемые доставляем было за 600 циклей серебра а конь за 150 таким же образом нюрками своими доставили все это царям хитейским царям царям армейским он своих предал он брал это с Египта и отдавал это оружие к своему врагу он взял эти танки с Египта и продавал их хитейским и царям армейским и мы знаем что очень скоро они используют чтобы напасть на Израиль это как глупо это было так трудно поверить знаете что хитей означает на английском террорист он принесел танки дал террористам это что происходит Иран мы даем тысяч миллион долларов мы все наши военные предприятия мы держим афганистанин мы даем деньги деньги и когда это используют они это все эти оружия чтобы напасть на нас это глупо 3 царств 11 9 11 и разнялся Господь Залос за то что он уклонил сердце сует Господа Бо Израиль который два раза являлся ему и заповедил ему чтобы он не следовал богам но он не исполнял того что заповедил ему Господь и сказал Господь Соломону за то что так у тебя делается и ты не сохранил завета моего и славы моих которые я заповедую тебе я отторву тебя царство и отдам его рабу твоему и чем что происходит 3 царство 11 14 и возвей Господь противника на Соломона его зовут Адера и Думеянин из царства и Думейского рода она и жена Соломона имела этого ребенка кто теперь стоит противником после своего отца от царского рода он родился на всех народах это противники своего дома 11 23 26 и возник Бог против Соломона еще противника который убежал от государя своего собрал около себя людей и сделал началь ковчай после того как Давид разбил их и пошли в Дамаск это в Сирии куда Соломон отсылал все оружие и выдвинулся там и владышел в Дамаске и был противником Израиля во все дни Соломона Ереван Сен Наватов Ефремлянин из Садеры имя матри его Давы Царуа раб Соломона поднял руку на царя вот все противники потому что он стоит против Бога Второй законе 17-16 Бог говорит 400 лет перед Соломоном когда вас будет царь ему не должно умножать себе коней и не возвращал народ Египет для умножения всех коней как Господь сказал не возвращайтесь более путем всем и было у Соломона 40 тысяч стоил для коней колесничных и 12 тысяч для коней не только сам не мудрый он не знал умножения так же 40 тысяч это очень много умножения себе 3 царь 10 колесниц и всадников у него было 1400 колесниц 12 тысяч всадников что удивительно что он их взял из Египта откуда Бог ему сказал не возвращаться 3 царь 10 29 и доставлял все это царям хитейским и царям арамейским второе что мы будем изучать следующую часть Торы это Торрозаконие 7.1.2 когда введете Господь Бог Твой в землю в которой ты идешь чтобы владеть ее и зонят лица Твоего нахожи сенные народы и одна из них хитеев это террористов мы должны делать с ними завет Гергесеев Амариев Амариев Ферезеев Иевеев 7 народов которым начали сенит тебя и предаст их тебе Господь Бог Твой ты поражишь их тогда передай их заклятию не ступай с ними в союз а что Соломон делал он делал с ними союз всеми этими народами и на свету хуже но это поварю об этом на следующей неделе Соломона было больше тысячи жен и мы читаем он построил жертвенник для каждой их бог Бог повелел ему чтобы царю надо было избавляться от этих жертвенников а сам строил эти жертвенники этим идолом кто стал царем после Соломона как его сына звали Равам противник был Иравам и Бог дал очень много Ираваму и чуть-чуть Раваму вы знаете как звали мать Равама как звали жену Соломона она была аммонитянка а какому Богу поклоняются аммонитяне Малеху это хорошо что Равам не был первый сын потому что аммонитяне всегда принадлежали жертву первого первородного к Малеху Соломон был первый царь который принадлежал жертву Бога это он установил эти жертвы Малеху это он начал Соломон не не очень мудро поступал я буду говорить о Соломоне следующие пару недель потому что я говорю хочу вам объяснить песни которые очень часто они правильно учат что Богу не понравилось что Израиль хотел царь в бытии мы начинаем что он пастух в исходе он называется царем Бог был ихним пастухом ведь он стал ихним царем и песня песня это вред Бог забирает свою невесту от этого земного и приводит назад к себе к пастуху и мы это увидим когда Израиль будет продолжаться на следующей неделе будет День Бенкики и так после того я возвращусь мы опять будем говорить о Соломоне потом еще один раз и потом перейдем песни песни но вы не можете понимать песни песни пока вы не поймете что само может показывать на антихриста видите эту картинку о чем я говорил сегодня на прошлой неделе давайте встанем давайте помолимся наш отец царь мы так благодарим что мы можем погоняться тебе мы благодарим со всем которые вокруг мира Соединенных Штатов которые хотят превозносить Тору чтобы она была в почете опять мы просим те которые жертвуют все что мы хотим делать это проставлять себя мы благодарим что ты любишь нас не только хочешь нас благословить но также поставить свое имя на нас как это сказал Арон Гаврид Яэр Адонай Панавилека Вихрнека Иса Адонай Панавилека Виасем Лака Шалом Доплоси Тебя Господь и сохранит Тебя Доплоси на Тебя Господь с детским лицом Своим и помилуй Тебя Доплоси Господь и свято на Тебя и даст Тебе мир это самое прекрасное имя Эйя Аминь Увидим вас скоро Аминь 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 Аминь